Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы продолжаем играть в «Братья. Рассказ о двух сыновьях». И вот мы подобрались как раз к спасению отца возможному. Пока еще неизвестно, что нас ждет в этой крепости, но, похоже, с помощью этого старичка, который нам позволит, позволит ведь воспользоваться своим дельтапланом, мы сможем туда вот пролететь. И, наверное, да приведет нас это к нужному нам месту. Так, давайте пообщаемся. Не та! Разрешил, да? Тут настолько красноречивые жесты вообще, что, ну, вообще, ну, ни капельки в словах игра не нуждается. Ни в русском языке, ни в английском. Кстати, я поставил у себя русский язык перевода, ну, вы-то этого даже не почувствуете, потому что здесь ни слова нету. Мне очень интересно. Нам уже позволяют пролететь. Зачем нам вот-вот... Вот это. Возможно, эта штука сдувать как-то будет, или что? Любопытно. Ну, крутится вот такой вот вентилятор. И что дальше? Пока не знаю. Давайте попробуем, может, к дельтаплану отправиться сейчас. Погодите-ка, да-да. Я сюда не залезу никак. Или все-таки можно что-то сделать? Просто, если честно, пока не пойму. Тем более, пятая серия подряд. Надеюсь, что я не туплю. Надеюсь. Ну, мы просто кружим эту штуку, просто вертим в вентилятор. Никак нам это, по идее, помочь не может. Если мы не возьмем что-то интересное, а мы ничего интересного не возьмем, например, цветочек. Нет? А что цветочек? Ладно, пойдем. Пожалуй, ничего мы здесь интересного больше не увидим. Нет предметов, с которыми можно взаимодействовать. Вот телескоп, это то, на что я бы с удовольствием посмотрел. Давайте посмотрим. Ну, мне кажется, дельтаплан нормально не запустится без того механизма, который мы сейчас с вами держали в руках. Нормально посмотреть не может. Итого... А, нет, блин, отпустил пробел. Не та, не та. Какие-то крики страшные, да? Вот эта крепость. Вот этот мостик, ну, на самом деле, ничего нового, да, по сути? Ну, по сути, ничего нового. Хорошо. Вот, нам нужно приземлиться вот прямо на этот мостик, да? Если нам еще и самим нужно будет управлять дельтапланом или параплан. Я не помню, как называются вот эти вот. Кстати, по-моему, эту штуковину Леонардо Давичи изобрел, по-моему. Так, секунду. Ну что, с богом? Твою мать, как это жестко! Какая красота! Так, это я управляю или нет? Или нет? Нет! Нет! Ха-ха-ха-ха! А, ты господи, это я должен был управлять. Слушайте, может быть, смотрите, я лечу туда? Бляха ты, муха. Я не понял, как управлять этой штуковины, на самом деле. Но это очень эпично, друзья. Пролететься на такой штуковине, это просто дорогого стоит. Красиво, конечно, блин. Но! Но! Мне что нужно делать? Как мне нужно поворачивать? Кто-то там орет в этой башеньке. Так, мы что делаем? Ну, давай-давай-давай, поворачиваем. Направо-направо-направо-направо-направо. Я же повернул. Или же... Или же... Что нужно, блин, делать? Мать его! Я нифига не умею управлять этой штуковиной. А зачем механизм? Ну, ты тоже не пойму, на самом-то деле. Может быть, просто, чтобы мы спросили об этом. Так. Тогда, наверное, надо слева облетать эту скалу. Скорее всего, так ведь? Мне интересно, высоту мы можем регулировать или нет? Вот, сейчас я ничего не жму. И он сам поднимается вверх. Окей. Во, смотрите, да? Мы можем, походу, только влево-вправо регулировать. Да? И музыка, и музыка из игры. Сейчас в пещеру полетим. Да уж. Я представляю эмоции какие-то, да? Обалдеть, просто. Я в таком восторге, друзья. Насколько это круто. Так, спокойно. Держимся курса пока. У меня-то, наверное, были такие же эмоции, только они-то смеются. Им весело. А мне страшно. Мне реально тут страшно, блин. Так, тихо-тихо. Направо-направо-направо. Давай-давай-давай. Все, выровнялись. Так, тихо-тихо-тихо. Все, птицы обгадили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Господа, господа. Направо-направо-направо, да? Там, по-моему... Господи. Надо приземлиться. Куда-нибудь. Вот туда, туда, туда. Нет. Не получится. Уже слишком низко. Я слишком, мать его, низко. Похоже, мы сейчас разобьемся нафиг с вами. Налево-налево-налево-налево-налево-налево. Нет. Нет, или не налево. Да ладно! У нас получилось. Я был уверен, что мы упадем просто на самое днище. И нам придется подниматься с... Вот... С самого дна пропасти. Ну, похоже, совпадает печерка, так? Веревочка. Веревочка. Обвязались. На самом деле, это хреновая идея. Хреновая идея, потому что я не смогу по очереди их переправлять. Ладно. В общем-то, давайте пробовать. Я не видел здесь ни одного человека. То есть, есть предположение, что эта крепость заброшена, эта башня. Но это неудивительно. Это просто руины, на самом-то деле. Никакая не крепость. Так, тихонько. Да, ребят. Это капец. Это капец. Как здесь сейчас на клавиатуре управлять? Так, ты можешь еще левее? Можешь. Хорошо. Тогда... Ты прыгаешь... Ты... Так. Я ничего не пойму. Нам же хватит веревки, чтобы... Вот так вот добираться. Так ведь? А, я понял, я понял, кажется. Нет, я нифига не понял. Нам раскачиваться надо? Обалдеть. Я просто схожу с ума. Только знаете что? Если мы сейчас старшим братом... О, смотрите. Держатся. Держатся. У меня было подозрение, что младший не выдержит старшего. Оказывается, там силёнок еще... Ого. Слушайте, это так жестко. Это капец как круто. Ребят, это классно. Игра реально удивляет просто на каждом своем шагу. Это так круто. Должна была вообще такая идея в голову прийти, да? Так. Давай, давай, давай. Как на качеле. Хорошо. Хорошо. Так, а ты куда? Что-то я не вижу, куда там можно дальше зацепиться. За что? Ну, может быть, вот так вот? Как-то, да? Хорошо. Главное, действительно, в клавишах не запутаться, потому что, ну, видите. Слушайте, а может, надо было сразу на третью запрыгнуть? Сейчас попробуем. Нет. Погодите. Давай. Если честно, я удивляюсь, как вообще выдерживает наш младший брат. Нет, только за вторую, да? Хорошо. Тогда... Пускай так и будет. Да будет так, как говорится. Отлично. И... Продолжаем, да? Хорошо. Так, пока ползем, а этот пусть раскачивается. Сейчас. Как мы его еще не ударили просто об эти стены, да? Хорошо. И... Теперь... Получается... Братильника. Вы не представляете, как я рад, что я сейчас не запутался в клавишах. Потому что, блин... Я мог это сделать, и после этого... Пришлось бы все перепроходить заново. Но, сами понимаете, какой это геморрой. Все получилось вроде как неплохо. И вот мы наверху. Так, что у нас здесь? Куда ты показываешь? Куда ты показываешь? Сюда мы пройти, похоже, не сможем, да? Так, мы сможем вот что сделать. Я думал, сзади там как-то надо будет обойти. Сейчас посмотрим. Так вот. Нет, не падать духом, давай-ка. Мне кажется, или веревка стала длиннее после того, как я рухнул. Так. Да, опять то же самое. Короче, я получу надо было делать. Мы чуточку с вами ошиблись. Ну, точнее я ошибся, конечно. Так. Просто сейчас будем ползти, соответственно. По старой нашей схеме. Вот как-то так. И, возможно, снова сейчас придется... Друг друга перебрасывать. На этом канате. Да, придется. Конечно, придется. Смотрите, какие колонны, да? Ё-моё, какое величественное место когда-то было. Вот знаете, в эти моменты я понимаю... Я вспоминаю свои чувства, когда я хотел записывать новые игры. То есть, помните, были моменты, когда я записывал только лишь Дэнди. Классику всякую. Ну, вы помните, конечно же. Так, схватились. И я думал, как же я буду так и все комментировать. Так, спокойно, потому что что-то мне жутковато чуточку. Еще. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я дурак, я дурак, я дурак. Начал слишком торопиться, обрадовался, что у меня все хорошо. Что я очень круто все проходил. В результате не ту кнопку отпустил. Ну, надеюсь. Вы на меня не в обиде, друзья, правда ведь? Вот в такие моменты действительно понимаешь, что никакой бы Дэнди не заменил на то, что мы видим сейчас. Это правда. Несмотря на мою всю любовь к ретро-играм. Так. Собрались, собрались. Нельзя повторения. Малой. Это контрол. Большой. Это пробел, соответственно. И... Давай раскачиваться. Хорошо. 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 Так-то вроде и не сложно, правда? Да ладно! Мне кажется, или на том же месте отпустил? Фу-то, блин. Ладушки. Ничего, сейчас все будет. Главное, я был уверен, что сейчас уже все будет в порядке. И сейчас опять свалюсь, тогда, наверное, ну не знаю, за кадром дойду до того места, потому что, видите, не хочется застревать вот на этом моменте, который на самом деле очень легкий. Это ведь правда так. На самом деле можно его отпускать уже. Давайте теперь не торопиться, пожалуй. Есть! Все, схватился. Значит, пробел, блин, держим просто, как зеницу. Ока. Спокойно, я даже сейчас помолчу, если вы не против. Хорошо. Все, слава богу. Да вроде ж не такой большой вес, чтобы колонны вот так вот просто брали, как атланты, да, которые держат. Я не помню, как называется этот стиль из Древней Греции, когда в качестве столбов используются фигуры, как будто людей. Не помню, как в архитектуре это называется. Так. Ты что, ползем дальше? Давай, давай, давай. О, мы синхронные с вами, ребята, а? Ага. Вот так вот. Вот так вот я сказал. Вот так вот я сказал. Тихо, тихо, тихо. Нет, не так, не так. Давай, раскачивайся дальше. Хорошо. Бляха ты, муха. Запутаться придется тут. Ну как придется. Может и не придется. Я забываю, какую кнопку надо отпускать, на самом деле, поэтому. Всякое может быть. Так, секунду. Ой-ой-ой, у меня что-то, ребят, с пальцами. Ха-ха-ха. У меня что-то с пальцами. Ай-яй-яй-яй. У меня капец. У меня, короче, сейчас пальцы нафиг сломаются. Так, а, все-все. Отпустили пальцы. Так. Раскачиваемся. Давай-давай-давай. Сейчас все будет. На самом деле, неправильно я сейчас все сделал. Потому что надо было... Сейчас. Давай-ка схватимся. Вот так вот. И старшим тоже надо забраться наверхушку. Сейчас. Сделаем. Вот, в принципе, и все. Фу! Ё-моё, забрались. Так, все. Пальцы разомнем. Потому что с клавиатурой это действительно просто мучение. Ну, как мучение. Видите, с первой попытки так получилось. Ну, как с первой. Нормально. Набально. Так. Сюда идти не надо. Ребят, мне кажется, что там какой-то монстр, блин, кричит. Как дракон, знаете, как дракон, знаете, в крепости. Ё-моё, какая красота. Просто посмотрите. Самое интересное, считайте, просто два ребенка проделали такой огромный путь. Так, кто это орет на меня? Не самая лучшая идея, вам скажу, орать на меня. Так, походу, это не конец. Так, да кто там находится? Ребята, там какие-то великаны живут. Да, смотрите. Огромный стол, огромная табуретка. Обалдеть. Угу. Короче, старший брат будет у нас слева, потому что побил находится левее от правого контрола. Логично, не правда ли? Раз, два, три. Всё. Не надо, пожалуйста, орать. Мне не по себе таких звуков становится, на самом деле. Давай. Ещё разочек. Давай. И схватился. Молодец. И схватился. Молодец. И схватился. Нет, не схватился ещё. А, я эти кнопки жму. Снова. Пианино, конечно, ту ещё, на самом деле, друзья. Ага, я забрался. А, хорошо, что заставка пошла. Даже не то, чтобы заставка. Так, могу ли друг к другу перепрыгивать? Похоже, что нет. Не рискуем, да? Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы прям под нашими ногами такого не произошло. Так, давай, давай, Ная. Неужели не получится вот просто вот так взять и... ...перепрыгнуть? Смотри, что творится. Это ж такой риск, просто капец. Ну вот. Сейчас воссоединятся, надеюсь, братья. Спокойно, спокойно, спокойно. Боже, какое же оно здесь хлипкое всё веткое. И здесь живут великаны. Я не понимаю, как их это всё выдерживать. Если даже от двух мальчиков... Вот такая вот фигня происходит. Да, смотрите, это лестница. Огромная лестница. Здесь живут великаны. Значит, всё-таки то тролли были, да, изначально? Которые нам помогали. Ой. Что-нибудь... Да тут я тут. А-та. Теперь что? На подоконник лезем? Окей. И снова теперь приходится лезть. Давай. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, погоди. Не совсем отлично, но... Нормально. Поползли потихонечку. Я надеюсь, что это стоит того, что мы вот так вот добрались. Правда? Блин, а представьте, верёвка порвётся. Какая там высота? Как они не боятся, если честно, я вообще не понимаю. Ну, наверняка боятся, но, блин, просто смелые. Так. Куда мы сейчас схватимся? За что мы сейчас схватимся? Мне не надо, случайно, отпустить кнопку. Я, конечно, могу попробовать. А, нет. Всё, тогда оба свалятся. Так, может, всё-таки можно прямо вот так вот... Да, можно прямо так. Хорошо. Я думал, прямо прыгать сейчас надо будет. Да ты посмотри просто. Оно же всё разваливается на глазах. Отвязались, да? Не пройдём, типа. Не отчаивайся, говорят. Ты только услышал? Стой здесь. А, я не буду стоять здесь. Я побегу вместе с тобой, братишка. Ведь мы команда. Не правда ли? Столько всего вместе пережили, да? Да, друзья, на самом деле, братья — это великая сила. Поэтому, если у вас есть родной брат или сестра, цените это. У меня нет, к сожалению. Но это, блин, самый близкий человек в жизни. Ну, вместе с мамой, папой, семьёй. Опачки, это птичка кричала. Не кажется, или там дракон в клетке? Ой, какой бедняга. Ребята, так хочу его спасти, боже мой. Я вам, кажется, не раз говорил, да, что я люблю в играх моменты, когда мы маленькие, а все вещи большие. Ты что, спать хочешь? Ты что, упал-то? Что, как заставка прям какая-то была, что ли? Мягенько, да? Ладно, не время отдыхать. Я просто боюсь, что сейчас придут хозяева этого шикарного дома и свечки огромные. Мы такие маленькие, да, сделались? Чё разлёживаться? Пошли, сказал. Пошли. Да нет! Чё ты делаешь? Вот, чё надо делать. И теперь окошко открыто. Птичка, мы тебя спасём. Блин, как я драконов обожаю. Как красиво, да? Хе-хе. Под увеличительным честиклом сейчас такие. Классно, правда здесь? Так, нам снова придётся здесь повисеть, похоже, да? Чё там? Ара! Свободы хочешь? Конечно. Блин, какой он бедный, а! Я не пойму, это птица или это дракон? Ну, хвост, как у дракона, хотя бы... Нет, у драконов не такие хвосты. Посмотрим. Но он назвал Ара. Попугай Ара. Чё? Ну, вот эта птичка, судя по всему, да? Ну, типа попугайчика такое что-то. Вот, снова как приручить дракона. Так, ну посмотрели, и чё, мы будем как-то выбираться отсюда? Эм... А что у Гу-то? Там чё, подсказка какая-то или что? Вот, у него есть крыло. Может, у него сломано крыло? Я не знаю. А, всё, я понял. Только один может пройти это место. Ну, это хорошо, это легче. За одного, после того, что я пережил, за одного гораздо легче. Персонажей управлять. Так, мы сейчас потянем вот за эту штуку и... Соответственно, освободим птичку. Давай, давай, давай. Да ладно, веса не хватает. Найя. Так, мы можем помочь, да? Чё, и я-то? Ты не будешь помогать? Да что, а-та! Ладно, ты можешь схватить брата за ноги? Можешь. Отлично. Птичка, отходи, потому что ненадолго. Слушайте. Это птенец Грифона, нет? Это Грифончик маленький. Ой, какая милаха. Какая прелесть просто. Какая красота. Чёрт, круто. Смотри, четыре лапы у него, да? Типа Грифон. Он нам чем-то поможет, интересно? Мы что, на нём летать сейчас будем? На нём летать будем! Обалдеть просто. Ты посмотри! Полёт на Грифоне. Основная тема музыкальная просто шикарна. Как-то здорово! Здесь прям какая-то... Такая радость, просто капец какая радость. А знаете, если что-то плакать хочется от такой красоты. Ну, не грусти. Ты домой не хочешь возвращаться, да? Обижаю тебя, обижаю. Что? Да ладно! Блин, какая бедная птица. Она раненая была, да? Без последних сил нас просто. Чё, кушает? Вспоминает, как рыбалкой с отцом занимался. Да, ребят, цените свою семью. Родителей, братьев, сестёр. В любом моменте, что-то может поменяться. И близкого человека рядом уже не будет. Капец, я прям сейчас готов прослезиться. Серьёзно. Чё-то грустно, друзья, капец просто. Ладно, давайте на этом остановимся. Пляха ты, муха. Как мне тебя жалко. Грифончик маленький. Минута молчания, в общем-то. Ладно, друзья. Конечно, обидно серию заканчивать на такой вот ноте. Но что поделаешь. Надеюсь, вам было интересно. Мне было интересно. На самом деле, это больше, чем игра. Она действительно просто настолько эмоциональная. У меня просто слов на самом деле нет. Раньше эта игра была просто красивой. И чертовски какой-то, знаете, такой душевный. Ты чувствуешь эту красоту. Ты чувствуешь свободу. Ты чувствуешь этот мир. А теперь этот мир наполнился эмоциями, которые просто переполняют. Друзья, игра, конечно, в чём-то шедевр. Это, несомненно, так. Спасибо, что смотрели, друзья. Оставайтесь на линии и возвращайтесь в следующих сериях этой игры. Ну и в других не менее интересных прохождениях. Нас ждёт ещё много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok